Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Сегодня мы начинаем новую рубрику, в которой будем рассказывать о первых двух месяцах жизни щенков. Кормление, развитие, прививки и актировка. Каждую неделю мы будем заглядывать в гости к этим сверхшнауцерам. Хотя начинать историю надо еще до их рождения. Ведь будущая мамочка требует к себе трепетного отношения с самого начала беременности. Вот, например, кормление должно стать более частым, но меньшими нормами. И не забывать про витамины. Если там исходить из нормы, да, то добавлять где-то одну треть, это как минимум, начиная уже, наверное, ну, где-то после месяца, как говорится, на втором месяце беременности собаки. И, разумеется, свежая вода, поскольку, то есть она должна быть постоянно, потому что собаки достаточно много пьют в этот период. Претерпевают изменения прогулочные графики. Хотя ограничивать собаку в движении не стоит. Начинают развиваться щенки. Собаке тяжело гулять долго, может быть, да. Но ей необходимо, как бы, исправлять свои потребности гораздо чаще, поскольку все-таки живот появляется, да, ведь на все диафрагмы, на все внутренние органы. И терпелочка у собак иногда становится короче. Поэтому лучше поменьше, но почаще. Как минимум за неделю до рода в хозяину стоит позаботиться о щенятнике. Так называют место, где малышам предстоит провести первые недели жизни. Щенятник – это, ну, импровизированно так, да, называется. Вот у нас это ящик. То есть это ящик, который желательно, чтобы он не стоял на полу, а был на каких-то там небольших, ну, ножках буквально, там, 5 сантиметров от пола, чтобы не сквозило по полу. С плотным, хорошим дном он должен быть хорошей и надежной, чтобы он не качался, не болтался, не скрипел и так далее. Вот. А в качестве подстилки достаточно любого там старого детского одеяльца такого или обыкновенные пеленки такой толстой, сложенной там несколько раз. Если у вашей собаки первая беременность, то на время родов следует обязательно заручиться поддержкой специалиста, ветеринара или заводчика со стажем. Лучше перестраховаться, лучше обратиться к инструкторам, к специалистам, к собаководам, которые уже неоднократно принимали роды у собак, вот, которые подскажут, расскажут хотя бы какие инструменты, что необходимо иметь при себе, как узнать, что сука собирается рожать именно вот в течение там ближайшего, ближайших суток. Самое главное это терпение, ожидание и хладнокровие. Вот. Поскольку, ну, как бы процесс этот естественный, да, и собаки зачастую рожают сами, да, вот по крайней мере вот данная порода, но тем не менее первый щенок выходит, как правило, очень тяжело, тем более если это первые роды, если это собака с большими головами, особенно если это крупные щенки, собакам тяжело, им нужна ваша помощь, ваша любовь, ваша ласка, вы должны с ней быть, поглаживать ее, уговаривать ее, придерживать ее, потому что она не всегда адекватно может отреагировать на появление этого щенка. Может и дернуть, может и выбежать куда-то, вот, ну, из щенятника или из места, которое вы определили подчинение. Лучше, да, пригласить профессионалов, я не знаю, ветеринарных врачей или вот представителей, там, нашего клуба собаководства. По крайней мере, хотя бы с первым, там, со вторым, с третьим щенком они вам покажут, а дальше уже вы, как бы, будете сами этим заниматься. В этом случае помет оказался немногочисленным. Четыре ребенка. Все здоровы, мама чувствует себя хорошо. Это не первое ее материнство и опыт имеется, но так бывает не всегда. Если это у собаки первые роды, у них не всегда сразу просыпается материнский инстинкт. И вообще у некоторых собак он не всегда просыпается, даже если это не первые роды. Вот, то есть надо собаку смотреть, чтобы она их кормила обязательно, чтобы она их вылизывала. Вот, если этого не происходит, то это приходится делать вам. Нет, вылизывать, конечно, не придется, но вот поглаживать животик и стимулировать опражнения кишечника, менять пеленки и мыть под хвостиками предстоит. Делать это нужно после каждого кормления, а едят малыши каждые три часа. Так что придется уйти в декретный отпуск хотя бы дней на десять или научить свою суку ухаживать за щенками. Приходит мамка, полизала животик, они там сделали свои дела, да. Она их вылизала. Если этого не происходит, то это делаете вы. Разумеется, загоняете туда мамашу, чтобы она кормила детей. Смотрите за тем, чтобы все дети были накормлены. А вот общение с детьми щенкам показано только под присмотром взрослых, чтобы не уронили и не затискали. А перед визитом в щенятник обязательно вымыли руки. Этот совет относится ко всем гостям. Главным событием второй недели для щенков большинства пород можно назвать открытие глазок. Хотя, например, шарпии начинают видеть этот мир несколько позже. В остальном же жизнь двухнедельных щенков очень похожа. Собственно, кушать и спать. Они уже немного окреплены, но все равно требуют повышенного внимания владельцев. Бывают щенки кто-то сильнее, кто-то слабее. Сильные отпихнули слабенького щенка. Соответственно, если он пару кормлений вот так вот не поел, пропустил, то у него уже потом пропадают силы для того, чтобы сосать. И вот так щенок может просто погибнуть. Поэтому обязательно следить, то есть каждого щенка к соску и как бы смотреть, чтобы он поел. Брюшко насосалось, оно плотное. И сразу видно, что щенок наел. Ну и как бы когда щенки пососали молоко, и в кучку сложились, и лежат спят. То есть это щенки сытые. Если они сосали у матери молоко, и все равно после этого все беспокойные, ерзают, значит, что-то у них, это там, либо у них вот, так скажем, животы болят, либо они голодные. То есть здесь нужно уже искать причину. А вот и кота, которая проявляется у большинства четвероногих малышей, пугать не должна, говорит специалист клуба «Элита», заводчик со стажем Юрий Лесин. Как у детей, так у щенков это присутствует. Это как бы физиологический какой-то процесс. Лечить его ничем не нужно. Оно как само появилось, так само и проходит периодически. Также вот щенки, как бы, иногда от владельца обращаются с вопросами, что вот спят щенки, начинаются у них как судороги, их там начинают дергать, там лапы, головы куда-то болтаются. То есть это тоже ничего страшного. Нет, это физиология, как бы, ну вот спит щенок, что-то ему, видимо, снится, куда-то он уже побежал. Гигиена малышей по-прежнему остается одной из самых сложных задач. В случае, если собачья мама в силу разных причин не может или не хочет вылизывать щенков, помочь ей ваша задача. Породы разные бывают. У кого-то длинный хвост, у кого-то короткий хвост, да. У некоторых пород бывают хвосты вдавленные, что, как бы, суки очень трудно своим языком туда подлезть и обработать это дело. Поэтому обязательно брать щенка, проверять, насколько чистая у него попка. Вот, если она грязная, если там хвост прилип, что нельзя его отодрать, то ватку с теплой водой намочить и, соответственно, все это размочить, протереть, чтобы потом сухой ваткой. Вот, если это, как бы, немножко испачкан, соответственно, дать, подставить щенка к матери, чтобы она его обработала. То есть вот это нужно делать, проверять утром и вечером. Некоторые трудности могут возникнуть и в том случае, если щенки появились на свет вследствие кесарево сечения. Как собака перенесет наркоз, как она из него выйдет, да. Тем более, если вот первородящие щенки, то есть она уснула, у нее не было ничего, проснулась, тут ей пытаются куча щенков. Естественно, она пугается стресс. У некоторых собак, наоборот, даже агрессия появляется, что они пытаются этих съесть щенков. Поэтому здесь тоже нужен контроль. То есть постепенно, аккуратно приучать собаку после вот кесарево не оставлять сразу ей этих щенков. То есть вот первые дни принесли, покормили, собак их обработала и в коробку, там, на теплую грелку положить. То есть постепенно приучать. Впрочем, заботы требуют не только щенки. Мамочке тоже необходимо уделять время. Обращать внимание, как кушает и все ли у нее в порядке с пищеварением. Нет ли отклонений в послеродовом периоде. Следить за мамой щенков, какие у нее выделения идут. Потому что выделения будут идти длительное время. То есть как минимум это три недели. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сначала они будут после родов черные, такие густые. И потом постепенно они будут светлеть, светлеть в коричневые. И постепенно будут на нет сходить. То есть здесь что обращать внимание? Что если вдруг вроде были коричневые выделения, а потом кровь пошла. То есть на это нужно сразу к ветеринарному врачу. Если с запахом выделения пошли, и тем более какие-то гнойные. Тем более бежать к врачу. Потому что что-то какой-то процесс пошел воспалительный. Обязательно у мамы щенков проверять состояние молочных желез. То есть они должны быть на ощупь мягкие. Не должно быть никаких покраснений. Можно попробовать слегка надавить на молочную железу. И показывается капелька молока. То есть если приосмотреваете, чувствуете, что вдруг какой-то пакет плотноватый. Явно, что он переполнен молоком. То, конечно, к нему подложить в первую очередь щенка, чтобы они его рассосали. Если вы смотрите, что горячая молочная железа на ощупь красная. Молоко практически не выделяется. И дотрагиваешься, собака начинает реагировать. То есть ей больно. Как правило, и поведение при этом. То есть это развивается мастит. И при этом собака сама реагирует. То есть она становится вялой, отказывается от еды. И, как правило, большая температура. Какую первую помощь оказать? Попытаться все-таки расцедить ее. Попытаться расцедить ее. В крайнем случае можно дать, в зависимости от размера, анальгим. Чтобы снять боль и температуру понизить у собаки. Ну и, естественно, обратиться к ветеринару. И уже с ним решать, в зависимости от состояния молочной железы, что делать. Вообще вырастить щенков задача не из легких. Так что, прежде чем решиться на этот шаг, нужно много раз подумать, хватит ли у вас времени. И уж тем более не браться за разведение в надежде получить прибыль. Как правило, если этот мотив стоит во главе угла, удачи не бывает. Главное, надо любить своих собак и задумываться о потомстве только в том случае, если хотите окружающим подарить радость от общения с преданным четвероногим другом. Врачи клиники «Доктор Вет» готовят к работе новый аппарат, расширяющий возможности для лечения и операций. Вот эта непонятная штука называется анестезиологическая стойка вообще. В анестезиологической стойке есть как и газовый наркоз в данной стойке, так и аппарат искусственной вентиляции легких. Достаточно много преимуществ, но я не скажу, что все они прям критические. То есть нет, ни в коем случае газ – это не безопасный наркоз. Это не прям безопасный наркоз. У него тоже могут возникнуть различные осложнения. Но касательно, именно в сравнении с внутривенными препаратами, касательно мы его сравниваем все-таки с пропофолом, во-первых, это более быстрый выход. Пропофол и сам по себе достаточно быстрый препарат, но изофлюран работает быстрее гораздо. Они быстрее засыпают, они быстрее просыпаются. При этом сам выход сопровождается гораздо меньшей стадией возбуждения. Они приходят в себя быстрее. У них нет непонятных метаний, нарушений координации. Они выражены в разы меньше. В плане влияния на сердечно-сосудистую систему у газа тоже на самом деле есть преимущество. Он тоже влияет практически так, как пропофол, но в меньшей степени. То есть, в принципе, мы можем говорить, что да, с какой-то стороны он действительно безопаснее пропофола. Если операция длительная, выбор газовый наркоз. Новое оборудование дает возможность расширить спектр операций. Данная анестезиологическая стойка, так как она содержит в себе еще и аппарат искусственной вентиляции легких, позволяет нам проводить кардиооперацию. Либо кардио, либо таракальная операция. То есть, на операции на грудной клетке. Газовые анестезии мы можем проводить также, какие-либо оперативные вмешательства на, например, грызунах, кроликах. Потому что внутривенный наркоз, ну, они достаточно не очень хорошо переносят. Вот и есть прям целый ряд осложнений, ассоциированные с теми или иными препаратами для анестезии именно внутривенной. Газовый наркоз для них – это метод выбора. Наличие в стойке аппарата ИВЛ тоже увеличивает шансы пациентов на выздоровление. Есть целый ряд нарушений, связанных с сердечно-сосудистой системой и дыхательной системой. Различные, там, обструктивные болезни легких, острый респираторный дистресс-индром, отек легких, например, кардиогены, с которым мы встречаемся достаточно часто, и владельцы тоже, на самом деле, достаточно часто встречаются. В таких состояниях, когда легкие уже сами не могут себя продыхивать, по показаниям им нужно помогать. Поэтому, даже если у нас есть какой-нибудь пациент, который не идет на операцию, например, это кардиогенный отек легких, но так уж случилось, да, что он находится в очень тяжелом состоянии, и его легкие уже не могут дышать из-за жидкости скопившейся, мы можем использовать аппарат ИВЛ, чтобы продлить время этого пациента и дать нам больше времени на то, чтобы его стабилизировать. Все больше методик диагностического оборудования и медицинских приборов приходят в ветеринарию из человеческой медицины. Клиника «Доктор Вет» продолжает оборудовать свои операционные, кабинеты приема пациентов и стационар. В клинике собственная мини-лаборатория. Все это помогает быстро и точно ставить диагнозы, принимать и выхаживать экстренно поступающих больных. Адрес клиники Сергеев Посад, Новозагорский проезд, дом 4А. Новозагорский проезд 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 Новозагорский проезд